Доброе утро! Я сейчас попрошу, пока Лариса отключится, сегодня у нас два выступающих, и мы сегодня давайте очень быстро, в рабочем порядке, сейчас я передам слово Ларисе Артамоновой, у нее есть для вас информация, объявление, и затем мы продолжим по нашим рабочим моментам, и у нас сегодня еще один выступающий, Так, коллеги, приветствую всех, сейчас я немножко убрала микрофон, а то у меня тут кричала, пожалуйста, несколько плюсиков, насколько отлично слышно меня? Слышно? Замечательно. Та причина, благодарю, огромную благодарность, та причина, по которой я сегодня вышла в прямой эфир, она связана с ведущими вебинаров. К сожалению, я не вижу сегодня тех лидеров, причина которых была в моем сегодняшнем выступлении, я надеюсь, что запись включена, они увидят это в записи. Какова причина моего выступления? Многие ведущие стали использовать общих видеороликов, которые ведутся и транслируются на всю базу компании Skyway и за пределами компании Skyway, свои собственные реферальные ссылки и ссылки на свои собственные чаты, на свои собственные сайты. Значит, первое, на общих вебинарах, которые ведутся на базе, на площадке вебинаров группы компании Skyway, которые размещаются на ютубовских порталах группы компании Skyway, никто из ведущих не имеет права в презентациях ставить свои реферальные ссылки и ссылки на свои собственные чаты. Почему? Потому что это потом передается как учебные материалы, учебные пособия и используется другими лидерами, используется другими инвесторами для того, чтобы они могли привлекать партнеров. Вы знаете, что у нас MLM-бизнес, у нас краудинвестинг, но мы построим по принципу MLM-бизнеса. И мы здесь лидеры, поэтому наша задача, обучая других уважать партнерские структуры, в первую очередь научиться это делать самим. Поэтому затем, когда ваши, если вы ведущий вебинаров и ваши видеоролики кто-то берет, копирует на свой портал и ставит под ними реферальные ссылки, на это человек имеет право. Если у вас есть собственные сайты, если вы такие продвинутые и действительно вы постарались, и как многие, почти 50% инвесторов позаботились о себе, и их собственные сайты работают на них, независимо от того, идут ли они к человеку и предлагают ли ему быть в компании и стать инвестором, на них работают сайты и на них работают видео. Но в этом случае люди загружают, они могут взять ваши видео на вашем языке, сейчас мы говорим о иностранных структурах, о зарубежных структурах, потому что мы выявили это сейчас здесь, именно на региональных лидерах подобные вещи. Когда люди берут ваши видео, которые размещены в свободном доступе на портале Skyway Webinar, группы компании Skyway, вот там они и загружают их на свои собственные YouTube порталы, вот там они имеют право ставить под вашими роликами свои реферальные ссылки, потому что никаких ваших, либо моих роликов не существует. Мы ведем это на площадке группы компании Skyway, мы ведущие и мы выступаем для того, чтобы как можно большее число людей знало о компании и мы построили с вами. Я хочу сделать акцент на том, что конечно мы тут все зарабатываем и возможно у 99% вас присутствующих и инвесторов единственная причина быть здесь это заработать лично для себя, но я напомню, что мы строим уникальную технологию и наша задача, чтобы технология была построена. Поэтому многие люди будут использовать ваши ссылки. На порталах мы ведем это для всех. Затем, когда ваши ролики разбирают и загружают на свои собственные порталы, люди имеют право ставить свои реферальные ссылки так же, как и вы. На сегодняшний день все ролики, в которых я обнаружила реферальные ссылки и ссылки на свои собственные сайты будут изъяты. Более того, тот, кто этим занимался, это его ответственность и он обязан и она обязаны будут мне предоставить исправленные видеоролики. В дальнейшем за подобные действия я просто поставлю вопрос перед руководством и перед Ювеницким о лишении реферальных и комиссионных как штрафа хотя бы на месяц, потому что человек должен нести ответственность за это. Вы все продвинутые люди, здесь нет никого, кто бы пришел с улицы, вы все просветленные мастера, вы понимаете, как работают реферальные ссылки, вы понимаете, с каким трудом многие добывают людей, они потом уходят по другим реферальным ссылкам. На сегодняшний день в компании принято решение, что мы уходим от вот этих моментов, когда нам начинают писать лидеры структур, поддержку, обращаться к нам, к директорам с просьбой, вы знаете, у нас неправильно зарегистрировался человек, пожалуйста, переведите его под нас. Этого слишком много стало и, как мы выяснили, одна из причин подобные видеоролики, которые ведутся на площадке. Когда вы ведете на площадке вебинаров, вы не платите за площадку, ее оплачивает компания, эта площадка одна из дорогих, потому что она многоканальная. Поэтому с лидера, который позволяет себе такие вещи, будет сниматься стоимость ведения на площадках, он может взять эти ролики, загрузить себе, но он обязан будет на общих роликах нести исправление. Поэтому еще раз делаю акцент, чтобы у вас отложилось. Вы имеете право, и это приветствуется, чтобы у вас были свои собственные сайты, либо хотя бы странички захвата. Приветствуется, когда у ваших людей есть собственный сайт, странички захвата. Каждый из вас, каждый человек из вашей структуры имеет право брать видеоролики, загружать готовые видеоролики группы компании Skyway, загружать их на свои собственные YouTube порталы и внизу, либо на видео ставить свою реферальную ссылку, если она на вашем канале. Но никто из вас не имеет права использовать это на вебинарах в свободном доступе. Вот такие у меня к вам пожелания. Я благодарна Ирине за то, что она предоставила мне слово. С лидерами, которые это сейчас все сделали, с сегодняшнего дня я начну разбираться. Но помните, если у вас есть какие-то вопросы по реферальным ссылкам, я с радостью на них отвечу. Если нет, я отключаюсь и предоставляю слово дальше Ирине. Лариса, благодарю тебя. Вопросов вроде нет. Благодарю, Лариса. Тогда мы идем дальше по рабочим моментам. Я надеюсь, каждый услышал то, что он должен был услышать, и мы идем уже дальше с правильным пониманием. Коллеги, у нас начало месяца, начало стратегического этапа. Я хотела бы сразу отметить о том, что вы видите, мы всегда так помечаем несколько пунктов рабочих, на что мы фокусируем наше внимание. И самый первый пункт, о котором я хотела сказать, что у нас начинается стратегический этап. В ближайшие полгода, до октября месяца, вы все знаете, все, кто был у нас в Минске, что в октябре у нас планируется уже грандиозное мероприятие, и нам уже сейчас нужно к нему готовиться. Поэтому фокусируемся на 6 месяцев, которые предстоят у нас сейчас на работу, на активную работу. У нас сейчас планируется целый ряд мероприятий, но уже сейчас, сейчас мысленно, вот вы знаете, просто переместитесь в это октябрьское мероприятие, которое у нас предстоит, и все силы, весь импульс, всю энергию переместите в сейчас для того, чтобы запускать очень мощные действия. Давайте мы сейчас уже планируем не просто месяц, а уже планируем 6-3 месяца, детализируем шаги в каждом дне и просто знаем, что эти 6 месяцев для нас очень важны. Не расслабляемся, вне зависимости, что у нас предстоят летний период, отпуска и так далее. Сейчас, вы уже видели, расписание вчера было выставлено, 30-го числа уже все это запущено, и сегодня должно быть в рассылке, с учетом праздников, конечно, праздничных дней. И сейчас у нас планируется в летний период, то есть это май, июнь, июль, это ближайшие 3 месяца мы запускаем телемост, телемосты, которые также, как говорится, настигнут, вне зависимости, находится кто-то из ваших клиентов, как мы говорим, на даче, либо в отпуске, либо еще, чтобы каждый мог подключиться и узнать от ведущих спикеров самые последние новости. Как продвигается проект, что у нас нового, что у нас меняется и так далее, и так далее. То есть от ведущих специалистов. Это помимо того плана, той работы, которую мы будем делать. Напоминаю еще раз о расписании и о том, что, коллеги, давайте мы не будем, как в детском саду, повторять одно и то же. 25-27 число, это с учетом выходных, я беру еще два дня. Пожалуйста, вы все высылайте свое расписание. Не за день, не за 5 минут, все это делается заранее. Вы понимаете, если вы это планируете, если это есть в вашем плане, в вашей голове, то вы уже знаете примерные даты. Ничего в последний момент это не работает, это отговорка. И, коллеги, вы также знаете, что у нас пару месяцев тому назад, когда была планерка, я просто напоминаю о том, что мы говорили, что у каждого из нас, и я в том числе, также являюсь таким же региональным лидером, есть соглашение. Многие получили его на руки. И мы говорили о том, что дополнительный бонус как региональным лидером оплачивается за дополнительные мероприятия, которые проводятся в регионах. Я, просматривая ваши письма все, также вижу, что в расписании пишут, что я работаю по понедельникам, конференции или презентации собираю по мере сбора людей. Коллеги, без всяких обид, здесь все взрослые руководители, все взрослые лидеры, поэтому мы будем просто расторгать соглашение. И таких несколько писем я уже написала людям. Немного, к счастью, но еще раз просто напоминаю. Дело в том, что это работать персонально с каждым человеком, который приходит к вам в офис, если он у вас есть. Это обычная работа партнеров. Это наша внутренняя работа. Мы говорим, как для регионов лидера, о другой работе. О работе с большой группой людей для того, чтобы создавать определенное поле влияния в вашем регионе, в вашем городе, определенную орбиту, на которую будут заходить люди. Я, конечно, образно говорю. Но вы понимаете, тогда, именно тогда включаются процессы си-энергии, то есть то самое поле, о котором мы говорим. И это, именно это, дает результат. Поэтому, коллеги, еще раз вас призываю. Сейчас май очень такой активный, как мы говорим, на раскаленной сковородке. Пожалуйста, включайтесь. И мы не просто так встречаемся, говорим о наших планах. Планируйте заранее даты. Почему я сейчас первым пунктом проговорила 6 месяцев вперед? Просматривайте, распишите. Сейчас мы будем также говорить о этих планах. Но самый первый фокус внимания. Планируйте наперед. Таким образом работает результат. Таким образом набираются под это, уже формируются обстоятельства, формируются новые люди и так далее, и так далее. Сейчас мы также проведем мастер-классы. Сегодня у нас прекрасный выступающий будет Руслан Багиров. Со стратегией работы с холодным рынком. В следующий раз у нас будет следующий выступающий, как работать не только с холодным рынком, но и собрать людей для конференций, потому что у нас предстоит целый ряд конференций впереди. Поэтому, коллеги, расписание на каждый месяц больше повторять не буду. До 27 числа, пожалуйста, все высылаем с конкретными датами проведения мероприятий. Учитесь это делать, обучайте это своих людей. Пожалуйста, не останавливайтесь в этом процессе. Это важно для нас, для вас, для всех, для общего результата. Поэтому больше не напоминаем, расписание должно работать просто как часы, не отвлекать ни ваше, ни мое время. То, что касается результатов апреля. И хочу вас всех поздравить. У нас просто прекраснейшие результаты. Но, к сожалению, я не могу на сегодняшний момент объявить вам точную цифру. Буквально несколько дней тому назад, до праздников, это было около 900 тысяч. Мы практически подошли к миллиону. И мы очень ждем. 4 и 5 числа нам озвучит Евгений Кудряшов точные цифры, точный объем. Сейчас он находится просто в дороге. Поэтому в отъезде. Поэтому давайте мы наберемся терпения. Эти цифры обязательно озвучим. То есть общий объем, который сделан по фонду Капитал. И, конечно, мы все ждем наши объемы в регионах. То есть эти цифры также будут. Просто немножко еще терпения день-два с учетом праздничных дней. Но результаты, я думаю, порадуют каждого. Кого не порадует, мы для этого и собираемся. Для того, чтобы планировать и планировать эту работу. Учиться делать это профессионально. Делать конкретные шаги, которые дают именно результат. Напоминаю о том, что у нас предстоит поездка на Кипр. Вчера у нас также была информационная встреча, на которой выступала Наталья Эрман. Она давала полную информацию по этой поездке. Будут, конечно, и другие, ближе к самой поездке встречи. Сейчас у нас май, очень активный месяц. Уже с 1 июня у нас меняется дисконт. То есть нам дают еще шикарнейшие возможности поработать в мае. И как раз на этот период у нас совпадает конкурс. 15 апреля он уже стартовал до 31 мая. То есть весь май. Шикарнейшие условия для выполнения конкурса и встречи на Кипре. Мы проведем супер мотивационный тренинг. Я обязательно тоже поеду сама. И я уже знаю, о чем я там буду говорить с вами. Есть очень много интересных идей. Также будут другие лидеры присутствовать. Поэтому, коллеги, настраиваемся на активную работу. Настраиваемся вообще на мощный стратегический такой период. И просто используем в каждом дне. Вне зависимости, что у нас сейчас выглянуло яркое солнышко. И хочется где-то посидеть уже на природке. Это все здорово. Но пусть это вам дает дополнительные силы, дополнительный резерв. Давайте мы будем планировать нашу работу. И тогда просто все события будут выстраиваться в нужном порядке. Который дает нам результат. То, что касается планов на май. У нас также остаются все эти пункты, которые каждый сам для себя планирует. Это, естественно, свои собственные статусы, свои собственные объемы. Давайте мы сейчас прямо заманифестируем объем более 1,2 млн, 300 млн, 500 млн. Мы сейчас даже не будем говорить, может быть, фиксировать точную сумму. Но давайте настраиваться на серьезные объемы. Тогда и этапы будут меняться очень-очень быстро. И сейчас, пожалуйста, как я все время прошу вас, помимо того, что каждый из вас планирует какие-то собственные объемы, покупку программ, объемы собственной личной структуре и так далее, по своей работе, по партнерской работе. Мы с вами вместе в начале каждого месяца обязательно планируем еще работу в регионах. Прямо сейчас запишите себе. Первый пункт. Расписание на ближайшие 3 месяца. Сейчас себе, пожалуйста, это записывай. Второй пункт. Объемы. Объемы, которые вы планируете в своих регионах. На май, июнь, июль. У нас будут очень активные месяцы. Пожалуйста, ставьте себе серьезные объемы, серьезные планы. Под это будут... Да. Первое расписание на ближайшие 3 месяца. Планируйте сейчас. Почему сейчас это очень важно? Потому что впереди у нас летние периоды. И сейчас вот на своем примере могу сказать о том, что планирую даже на месяц вперед комплексы, гостиницы, те мастер-классы, где мы проводим презентации. Мы столкнулись с тем, что в летний период очень много проводится таких мероприятий, и они просто очень многие заняты на те комплексы, залы, которые мы планировали. Поэтому сейчас уже позаботьтесь об этом. Обзванивайте гостиницы, либо классы, либо готовьте свои офисы там, где вы будете планировать ваши мероприятия. Очень многие знают и понимают, как только озвучена дата, под это начинает работать энергия, обстоятельства, собираться люди. То есть начинается создаваться процесс, так можно сказать, материализации и создания именно условий для того, чтобы это все свершилось. Это работает таким образом. Никогда наберется людей, ничего не наберется. Пока вы не заякорите эту дату, эту точку разворота, расширения, никаких обстоятельств не будет. Поэтому планируем на ближайшие три месяца. У нас сейчас май будет очень активный. И уже вы видели расписание, все это уже сделано. Это уже работает на каждого из нас. Сейчас очень много дополнительных заявлений людей. Как всегда, я просто буду прикреплять к вам, пожалуйста, следующий пункт. То есть расписание на ближайшие три месяца. Себе уже планируйте. Мне сейчас пока высылать не нужно. До 27 числа на месяц. Это вы делаете для себя. Объемы, которые вы планируете в своих регионах. Количество лидерского состава. Не менее трех человек. Сейчас это будет требование. Не может один человек делать, просто сидя в офисе, ждать, пока к нему придут люди и будут работать. Количество не менее трех человек. Ищите таких людей. Выращивайте таких людей. Приглашайте таких людей. Ставьте себе это в план. Сейчас мы говорим, что нам нужно сделать. Следующие шаги, как мы будем это делать. Команда. То есть это номер один. Это, вы знаете, вот та орбита, на которую должны и будут заходить люди в ваших регионах. Находите таких людей. Делитесь такими людьми информацией, бонусами. Это в вашей власти. Следующий момент. Обязательно зафиксируйте себе, планируйте дату региональной конференции. Вот в ближайшие три месяца. Я очень рекомендую не откладывать это на потом, а уже сейчас. Планируйте дату такой конференции. Вот дату такой конференции я хотела бы видеть в ближайшие две недели от вас. Для того, чтобы мы также формировали выезд, возможно, к вам спикеров. То есть, чтобы мы все организовали на должном, хорошем уровне и помогли вам также. То есть, пожалуйста, это услышьте. Мы все время говорим, что у нас все обучение через действие. Поэтому это мы планируем. Так, сейчас вопросов не вижу. Второй объем на три месяца. Лариса, благодарю, помогает мне записывать. Также хочу напомнить о том, что вы также видели в расписании уже упоминание о том. И май, июнь, июль у нас планируются телемосты. Ближайший телемост сейчас будет планироваться где-то в 20-х числах мая. Мы посмотрим, когда это будет субботний день. То есть, это будет первая половина дня. Выходной день где-то примерно за неделю, за 10 дней до окончания этапа. Для того, чтобы мы могли, вы знаете, такую, как сказать, удерживать эту мощную волну. Вне зависимости от того, где кто находится. Еще раз проговорить на этот момент все наши новости. И двигаться дальше. Да, себе просто это пометьте. Вы, как лидеры регионов, должны быть в курсе всех мероприятий. И уже буквально на ближайшие полгода. Поэтому работаем, не останавливаемся. Постоянно обучаемся через действия. И сегодня у нас вот следующий выступающий. Я с удовольствием хочу пригласить нашего регионального лидера. Руслана. Руслан Багиров. Руслан, приветствую тебе. Передаю слово. Подключайся. όст�90. fe Руслан, приветствую вас. У вас все Shut up. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Спасибо.